Самарские художники сделали шаг в красочный мир Зураба Царители с посещением святая святых в мастерской, где великий художник создает свои шедевры. А помогает ему в этом обычные кисти, краски и невероятный полет фантазии, что можно увидеть на его картинах. Двери сюда открываются далеко не перед каждым художником. Зураб Царители признанный мэтр. Его скульптуры украшают города в разных странах. К примеру, знаменитые клоуны в итальянском «Марчано». Сатира – одно из любимых направлений мастера. В его галерее можно встретить множество работ в этом жанре. Сам Царители называет себя скульптором, говорит картины, пишет скорее для души. Вот мы здесь побывали, да? Вы здесь увидели художника, в котором есть огромный внутренний масштаб, да? Масштаб. Вот в себе ощущайте себя великими людьми. От этого никому хуже не будет. А вам будет лучше. Но не лучше других. А вот раз вы великий человек, ну и давайте. И что-то сделаете. А мы будем ждать. Одна из 15 победителей конкурса «Во славу земли Самарской» Анастасия Сомова. Она мечтала стать художником с детства. Девушка учится на специальности культуры и искусств. Признается, подавала работу на суд жюри, чтобы узнать о ней мнение профессионалов. О победе и думать не могла. Я была просто в шоке, когда услышала свою фамилию. Хожу и уже смотрю работы. Мне хочется быстрее приехать, вот что-то уже почеркать, нарисовать, какие-то эскизики поделать. Потому что действительно ходишь и вдохновляешься из картины в картину. И уже хочется, наконец, тоже шедевр какой-нибудь написать. Победители конкурса побывали и в Государственной Третьяковской галерее. Воочию увидели картины Васнецова, Шишкина и других знаменитых авторов, с репродукцией которых они делали наброски. Людям творческим, талантливым, живущим ни в Москве, ни в Питере, очень сложно пробиваться. Им нужно дать возможность себя реализовать. Им нужно притянуть руку помощи. И наш конкурс – это такая рука. Я очень надеюсь, что мы будем и дальше за руки с талантливыми молодыми людьми нашего региона держаться. Увидели юные дарования и современное искусство. Каждый экспонат в Музее современного искусства вызывает много эмоций. Например, вот этот. Течение воды циклично. Из бутылки она попадает в ведро, а оттуда по специальным трубочкам обратно в сосуд. Что символизирует жизнь, в которой все возвращается на круги своя. Конкурс, который дарит юным талантам возможность быть ближе к прекрасному и познакомиться с признанными мастерами своего дела, решено сделать традиционным. И проводить его раз в два года. Напомним, что все финалисты участвуют в областной выставке. Их работы увидит весь регион. Для многих это первая выставка в жизни, но далеко не последняя, уверены молодые люди. Возможно, кому-то из них удастся прославить родную землю.